Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогацких, 6 класс, География. Параграф 9. Виды условных знаков. Как вы думаете, легко ли прочитать книгу, не зная ни одной буквы? Да это просто невозможно. Так же, точно так же и с картой, на которой буквами являются условные знаки. Применяемая система условных знаков называется легендой карты. Прежде чем работать с картой, сначала нужно изучить ее легенду. Нужно понять, что на ней обозначают разные цвета, линии, кружки и фигурки. Сформулируем определение. Условные знаки это символические обозначения для изображения объектов и явлений местности и их характеристик. Система условных знаков, примененных на карте, называется легендой карты. Есть очень много видов условных знаков. Разные объекты изображаются на картах разными способами. Мы рассмотрим только основные, которые применяются чаще всего. Все их вы найдете на страницах школьного атласа. Качественный фон. Красиво звучит этот научный термин. А теперь давайте разберемся, что он обозначает. Качественный фон это самый распространенный способ изображения на карте объектов и явлений. Посмотрите на любую карту, что бросается в глаза. Правильно. Цветные пятна. Карта это цветной чертеж. Так вот, качественный фон это и есть цвет. Цветом на карте можно обозначать объекты или явления, занимающие значительную площадь. В пределах этой площади объект имеет сплошное распространение. Например, пустыня. Вот закрашена она желтым цветом. И вот в пределах этого желтого цвета пустыня будет иметь сплошную территорию. Вот об этом и идет речь. Примером карты, выполненной с использованием качественного фона, может быть карта природных зон. Каждый цвет на ней соответствует определенной природной зоне. Пустыне, степи, лесам или, например, тундре. На ней цветом показаны участки земной поверхности, имеющие различный состав представителей растительного животного мира. Повторим. Качественный фон применяется для изображения на картах объектов и явлений, имеющих сплошное распространение на значительной площади. И вот здесь вот на вот этих картах, кстати, неплохо показано, где что, собственно говоря, находится. Вот здесь вот, например, на вот этой картах, на физической, как раз таки очень хорошо коричневыми, серыми и желтыми цветами показано, где низины, а где плоскогорья. Так, значки. Этот способ изображения используется для того, чтобы отмечать на карте какие-либо важные объекты, имеющие небольшие размеры. Значками на карте обозначены, например, города, месторождения полезных ископаемых и так далее. Значки точно привязаны к поверхности земли. Это означает, что в том месте, где на карте стоит, например, значок города, действительно располагается город. Запомним. Значки применяются для изображения на картах объектов, имеющих небольшие размеры и точно определенное местоположение. Изолинии. Это очень важный, дающий много самой разной информации, способ изображения. Изос в переводе с греческого означает «одинаковый», «равный». Изолиния – линия на карте, соединяющая точки с одинаковыми значениями каких-либо величин. Существует много видов изолений, у каждой из них свое название. Чаще всего на картах применяются изогипсы – линии равных высот, для обозначения высот холмов и гор. Изобаты – линии равных глубин, для обозначения глубин в озерах, морях, океанах. Изотермы – линии равных температур воздуха. Изобары – линии равных значений атмосферного давления. С ними мы обязательно познакомимся, но немного позже. С некоторыми в этом учебном году, а с некоторыми только в следующем. Повторим. Изолинии – это линии на карте, соединяющие точки с одинаковыми значениями каких-либо величин. Знаки – линии движения. Это стрелки на карте, применяемые для изображения географических явлений, для которых важной характеристикой является направление движения. Например, река или морское течение. Также часто подобные стрелки используются для обозначения направления основного – ветров. Есть и другие способы изображения объектов и явлений на карте, но эти основные. Они используются чаще всего. Многие карты, особенно это касается учебных карт, сопровождаются разнообразной дополнительной информацией, помещенной в отдельных рамках, которые называются врезками. На врезках могут быть представлены рисунки, схемы, графики, диаграммы, фотографии. Виды карт по содержанию. Набор условных знаков, то есть легенда карты, зависит от той цели, для которой карта была создана. Эта цель определяет содержание карты, то есть то, что на ней должно быть изображено. Различают общегеографические и тематические карты. На общегеографических картах все объекты и явления изображаются с одинаковой подробностью. Делается это таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга и не мешали созданию целостного образа территории. К общегеографическим картам относят топографические карты. Тематические карты посвящены какому-либо объекту или явлению, какой-то определенной теме. Это могут быть карты растительности, карты полезных ископаемых, карты погоды, климатические карты, карты промышленности и т.д. На таких картах в соответствующей теме объект изображается максимально подробно. Все остальное может быть изображено не настолько подробно. Ведь вряд ли на карте растительности уместно указывать месторождение полезных ископаемых. Правда, на большинстве тематических карт сохраняются береговые линии, изображения рек. Они являются удобными ориентирами на картах. Запомним, существуют общегеографические и тематические карты. На общегеографических картах все изображения даны одинаково подробно. На тематических картах более детально изображены объекты и явления, соответствующие теме. Повторим главное. Условные знаки – это символические обозначения для изображения объектов местности и их характеристик. Система условных знаков, примененных на карте, называется «легендой карты». Основными элементами легенды географических карт являются качественный фон, значки, изолинии, линии движения и другое. Существуют общегеографические и тематические карты. На общегеографических картах все изображения даны одинаково подробно. На тематических картах более детально изображены объекты и явления, соответствующие теме карты. Ключевые термины и имена. Условные знаки, изолинии, легенда карты, линии движения, качественный фон, общегеографические карты, значки. Что такое легенда карты? Применяемая на карте система условных знаков. Дайте определение понятию «условные знаки». Символическое отображение каких-то объектов или явлений в реальности для переноса их на карту. То есть условный знак – это какое-то реальное явление или какое-то место, которое с помощью этого знака отображено на карте. Для чего используются знаки движения? Например, для того, чтобы показать, в какую сторону, например, дорога движется, как там движение идет, в какую сторону река течет, какие течения есть, куда дуют основные ветра. Чем отличаются общегеографические карты от тематических? На общегеографических картах все знаки и явления отображаются одинаково подробно. На тематических там отображение наиболее подробно только у какой-то одной определенной строгой темы, а остальные отражаются так, лишь по стоку-поскольку. С какой целью на тематической карте изображаются реки? Дело в том, что реки являются хорошими ориентирами на местности и позволяют быстрее понять, где что находится на даже тематической карте. Сравните рисунок 48 и карту Африки из школьного атласа. Найдите сходства и различия между ними. Вот здесь вот, собственно говоря, тот самый рисунок 50. А вот он, собственно говоря, рисунок 48 – старинная карта Африки. А вот это, собственно говоря, карта Африки из школьного атласа. Ну, здесь вполне себе видно, насколько сильно отличаются между собой. Это старинный рисунок, и здесь видно, что очень уж мало люди знали об Африке и о том, как она устроена. Здесь примерно можно увидеть, что вот этот уход вниз, он здесь как бы показан. Но вот эта вот боковая часть, она показана совсем не так, как она есть на самом деле. Если зайдем сюда, мы увидим, что да, в принципе, есть вот этот вот спуск, есть вот эта вот боковая часть, но все-таки материк более такой загнутый, более округлый, что ли, можно так сказать. И на старинной карте нет вот этого выступа полуострова Сомали. Там он не показан, там будто бы вот все такое прямое показано. Вот так вот. Докажите, что карта природных зон выполнена с помощью качественного фона. Для этого опять возвращаемся на карту и смотрим, собственно говоря. Вот она, карта природных зон, о чем нам четко здесь вот написано, что это природные зоны мира. И мы видим, собственно говоря, посмотрите, насколько разными цветами выполнено место обитания тех или иных животных. Синий, розовый, желтый, оранжевый, светло-зеленый, темно-зеленый, светло-розовый, темно-розовый. Каких только здесь нету обозначений. И все они вот цветами, в принципе, можно четко увидеть, кто, где и как обитает. Показаны даже какие-то растения, которые обитают где-то в определенных местах и так далее. То есть четко видно, что и выполнено именно с помощью качественного фона. Так, и далее. Так, найдите в школьном атласе примеры использования различных условных знаков. Но это можно посмотреть, там разные карты, у всех разные легенды. Так, пользуясь атласом, приведите примеры общегеографических и тематических карт. Здесь тоже нет абсолютно ничего сложного. Вот, например, общегеографическая карта Австралии. А вот, например, карты температуры, это уже тематические карты. Видите, здесь фактически на этих картах даже нет обозначения никаких гор, ничего. Обозначаются только некоторые реки и все. То есть вот эти температуры воздуха, атмосферное давление, это тематические карты. У них очень специфические легенды вот здесь вот снизу обозначены. А вот это общегеографическая карта, на которой четко показаны горы, реки, равнины, низины, берега и так далее. И тесты. Из-за гипсы это линии равных, если не ошибаюсь, высот. С помощью ареалов на карте можно изобразить глубины океана, реки, города, месторождения полезных ископаемых. Вообще-то ареал обитания, то есть это местность, где обитает то или иное существо. Поэтому в данном случае получается, что, видимо, месторождение полезных ископаемых. Ареал, где находятся эти самые полезные ископаемые. Потому что глубины, реки и города, они другим все-таки обозначаются. И далее. К общегеографическим картам относятся. Топографическая карта Московской области, климатическая карта мира, карта полезных ископаемых Африки, карта течения мирового океана. Ну, топографическая карта Московской области, безусловно, относится к общегеографическим картам. А вот остальное уже все-таки более тематические карты.